Всем привет, друзья мои! Рада вас приветствовать на моем канале. Очень мне понравились ваши предыдущие комментарии. Я очень рада, что я вас посмешила в прошлом видео. Спасибо вам большое и огромное! Сегодня я буду вам рассказывать о косметичке своей, а точнее о ее новых пополнениях. Поэтому, если кому интересно, то оставайтесь здесь со мной. Я, в общем, не знаю, получится ли мне сегодня выступать веселой девочкой, но на самом деле, как бы в жизни я повеселечу. Здесь я такая серьезная, но занимаюсь уроками, же все-таки вас пытаюсь научить. Или милая, как вы все время подписываете, мне очень приятно. Оставайтесь со мной на моем канале, слушайте о том, что новенького появилось у меня. А у меня появилось вот что. Значит, недавно я взяла там какое-то количество продуктов на рассмотрение из косметики новой джафра. И, не поверьте, из Мэри Кэй. Сейчас сразу отвечу на тысячу пять ваших вопросов, которые возникли в вашей голове. Первое. В каждой косметике есть выстреливающие продукты. И не важно, в какой она ценовой категории. Важно то, что он выстрелил этот продукт. И может быть, что в этой косметике есть то, что, например, не будет даже в суперлюксовой косметике или какой-то бесспорно популярной. Поэтому всем, кому интересно, остаемся со мной и будем смотреть, что тут есть. Первый продукт, который я хочу показать, это Мэри Кэй. Вот такая вот штукенция, называющаяся Satin Lips Mask. В общем, что это такое? Это маска для губ. Все мы знаем, что когда мы наносим красные губы, у нас, особенно если это матовая помада, появляются вот такие вот сухие, как будто бы... Ну, то есть губы у нас где-то обветрились, полопались, и они не смотрятся ровными, они смотрятся такими обветренными и полопанными. Чего уж тут придумывать. Так, в общем, вот эта маска для губ, она с небольшим скрабиком. Вот я ее так вот штуку-штуку делаю, делаю на своей руке. Не на губах, а на руке. И чувствую, что она с маленьким скрабиком, который как раз-таки очень хорошо наносить и делать перед нанесением, например, матовых стойких помад. То есть, не так, что вы сделали и помаду нанесли. Понятное дело, что между этим будет обязательно участвовать бальзам. Сделали эту штучку, нанесли бальзам, дали бальзам впитаться, нанесли помаду, которая сухая для губ. Обязательно советую делать. Ну, знаете, будет круто, конечно, если вы будете делать это хотя бы раз в три дня. Потому что вы таким образом просто-напросто сможете отшелушить все вот эти вот роговейшие клетки кожи на ваших губах. Потому что, ну, лично я вот очень часто сижу и делаю вот так вот. И, конечно же, получается, что все мои губы немножко обветренные смотрятся, но и очень некрасиво. Мне очень понравилась, прикольная вещь. И, во-первых, очень маленькая, то есть ее можно как-то с собой переносить, она не будет никак мешать. Так что вперед! Вторая штучка, сейчас продусь по Мэри Кэй, потом еще по другой косметике. Это Мэри Кэй вот такой вот консилер. Вообще, я знаю, что очень многие запариваются по тому, как консилер себе выбрать. То есть можно, конечно, пойти в магазин и поискать консилер. Я уже говорила много раз, что у меня есть любимчики из Доктор Джард, из Клоранс, из Мак, например, да? Но не каждый реально может себе позволить такой дорогой консилер, потому что у всех у них ценовая категория от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Итак, Мэри Кэй. Понимаете, да, что здесь консилер абсолютно недорогой? Что мне понравилось? То есть он, во-первых, выдвигается, я тут пока с вами болтала, выкрутила, он, в общем, вон у меня выдвинулся. Во-вторых, его здесь много, достаточно. В-третьих, он достаточно плотный по консистенции. Показываю. Так, стойте, я кружусь. Показываю. В общем, показываю. Вот, видно, очень видно, что у меня остался там последний от одной матовой красной помады на руке, и видно, что консилер плотный. Но, значит, объясняю, это не значит, что его нужно выкинуть и перестать им пользоваться. Это значит, что им нужно пользоваться правильно. А точнее, наносить его пальцем, растушевывать его пальцем, и он очень хорошо будет всякие маленькие прыщички скрывать, он очень хорошо будет скрывать всякие синячки под глазами, и плюс к этому ко всему он достаточно будет экономичный. Он увлажняющий, не сушит, пробовала. У меня кожа еще та сухая, что приходится достаточно над ней поработать, чтобы она не смотрелась пересушенной. Он не сушит, увлажняет, поэтому пробуем. Следующая штукенция, это я все, знаете, там из ухода, это лаш праймер от Mary Kay. Ох, сейчас, подождите. Силушку наберусь. Та-да! Ну, во-первых, кисточка смешная. Такая черно-белая. Значит, что это? Моя тушь все время осыпается. У меня ощущение, что моя тушь не продержится весь день. Мне кажется, что к вечеру моя тушь будет вся под глазами. Что же нам делать? Что нам делать? Используем Mary Kay Lash Primer. В общем, что-то тут на английском. Я сейчас вот пыталась повторить L'Oréal Paris with a bit of a достойный. Но в итоге тушь, это защитная тушь, которая праймер под тушь. В общем, она держит тушь на ресницах. Господи, ну, в общем, ваши ресницы будут в туши целый день. Пока вы не пойдете и ее не смоете. Ну, кстати, никакой дискомфорт я на себе не чувствовала. Не было там эффекта склеенных никаких ресниц. Вы нанесли, там, 3 минутки дали и нанесли заново. И все, пожалуйста, спокойненько себе можете так же работать. Следующая от компании Mary Kay это у нас CC кремчик. Вот такая штукня. Большой такой дюбик, похожий на Dr. Jart. Ну, цвет, конечно, мне очень темноват, тот, который вот попался в моем наборчике. Но, тем не менее, что хочу сказать по поводу этого CC кремчика. Ну, мягкий, легкий, очень хорошо растушевывается и достаточно хорошо увлажняет. Эффект сияния присутствует. SPF 15 и могу сказать, что, ну, прозрачный. То есть, будьте готовы к тому, что каких-то больших проблем на вашем лице он не уберет. Но зато, если же он не уберет, то поможет тадам! Консилер. И вот тут из весенней коллекции Mary Kay появилась вот такая книжка. Но книжка не простая, книжка с сюрпризом. В общем, когда вы решили ее почитать, открываете, а читать там и нечего. очень яркие цвета. Ну, во-первых, кисточка упала и правильно, потому что она нам однозначно не подойдет, потому что аппликаторы не создадут красивый эффект никогда. Что касается вот этих вот трех помад, то это просто какие-то бальзамчики. Просто прозрачные. Если кому-то не хватает блеска на губах, вот прям блестит. И сразу давайте посмотрим, какие у нас здесь тенюшки. Значит, все тени запеченные и немного сияющие, то есть подсвечивающиеся вот такие раз-раз-раз. Значит, показывают цвета серебристый, розовенький, темно-коричневый и сиреневый. Очень красиво сиреневый. Прямо сиреневый. Мне нравится серебристый. Модные оттенки на данный момент, кстати, действительно. И по своей консистенции они очень-очень мягкие. Вот я их перенесла на руку и посмотрите, действительно, прям цвет так цвет. то есть нет такого, что ты нанес на палец темно, перенес на руку, а там как-то полупрозрачно. О чем это говорит? Ну, во-первых, говорит о том, что яркий цветовой пигмент, во-вторых, говорит о том, что они достаточно мягкие, в-третьих, говорит о том, что будьте с ними очень аккуратны. Вы можете переборщить, то есть вместо там сиреневого легкого мейкапа сделать фиолетово-насыщенный и вы можете естественно переборщить их еще в том плане, что они могут остаться у вас все просто под глазами. Поэтому пушистой мягкой кисточкой аккуратно их наносим. Если у кого-то есть уже такой наборчик, понимаете, что с ним можно сделать очень легкий весенний макияж. Вот как раз из разряда какой-то я вам там рассказывала, весенний свиньи вот такой фиолетовый. Можно попробовать доступная палетка в том плане, что она абсолютно недорогая и очень-очень такая симпатичная, милашечная, я бы даже сказала. Ну, красивенько, что могу сказать? Тут еще и зеркаль здесь. Можно посмотреть на себя поближе. Молодцы, Мэри Кей. Я могу отметить эту компанию чем? Помимо того, что они стараются всегда как бы следовать за интересными новинками в сфере косметической, они еще и постоянные партнеры Fashion Week, Mercedes Fashion Week. Мне я посчастливилась познакомиться там с известным визажистом и мне посчастливилось от них получить вот такой подарочек, который я хочу вам рассказать о еще необыкновенной косметике, которую вы явно, ну, и может быть слышали, а может быть и не слышали. Это косметика, которая называется DAPRA. Остановимся на ней немножко подробнее, потому что я была, так сказать, приятно удивлена от этой косметики тем, что есть продукты, которые меня действительно покорили. Начну с самого первого покорившего у меня продукта, а точнее это корректор для кожи лица, а точнее вот такая вот прикольная баночка, пузатик беленький, я уже про него рассказывала у себя в инстаграме. Что этот пузатик делает? Ну, во-первых, это база под мейкап, но мы все знаем, есть куча там силиконовых баз, естественно, да, например, которые заполняют морщинки и эту как бы кожу у нас разглаживают и делают матовой. В данном случае опять-таки корректор этот заполняет морщинки и он делает менее заметными естественно поры и улучшает внешний вид лица. Наносить нужно на увлажненную кожу и оставить на одну минуту. Покажу, что это такое, то есть посмотрите, она имеет цвет непрозрачное, такой какой-то даже розовенький цвет, попробую нанести ее на руку. Просто начинает исчезать на руке, то есть растворяется с рукой и вот сейчас расскажу вам, что я вижу на своей руке. Ну, во-первых, ощущение какой-то такой бархатной текстуры, достаточно мягкой. Во-вторых, есть сияющий глянец. Очень жалко, что, конечно, видео это ничего не показывает, но вот слушайте, такой вот глянец и приятный, очень приятный, мягкий эффект, такое ощущение, как будто бы скольжу прям по руке. Вот проблема силиконовых баз в чем, да? Когда я ее наношу на лицо клиенту, если ее чуть-чуть переборщить, то тональное средство по нему не скользит, а как будто бы застревает вот кусочком здесь и приходится все время растушевывать, добавлять спонж, добавлять каких-то увлажняющих текстур для того, чтобы ее растушевать. В данном случае я чувствую вот это вот ощущение масла и понимаю, что тональное средство будет ложиться как прям по маслу. И плюс немного вот есть такое сияние, я, честно говоря, наносила себе на кожу ее и вот у меня было ощущение, что можно идти без тона. Такое вот как бы база сработала так, что она слегка подвыровняла вот цвет лица, как будто бы все вот так натянуло и ощущение, что тон был не нужен. Следующее, что мне еще очень понравилось косметики Джафра это двусторонний карандаш. Ну на самом деле таких карандашей уже много, то есть среди большинства косметических фирм, да, вот. Здесь вот в чем прикольность штуки, то есть во-первых он очень большой, то есть не вот такие мы сипунчики, как делают в остальных косметических фирмах, когда ты успел с одной стороны подточить, а с другой стороны уже второй карандашик подбирает. здесь значит цвет вот и вот. Это у нас оттенок для бровей, да, во-первых жесткий, во-вторых сухой, в-третьих получается гриф такой создает тонкую линию, то есть как вы заметили он не проваливается, а это говорит о том, что в нем очень мало вот этих именно восковых пигментов и он не будет у нас что делать размазываться. И вторая штучка это хайлайтер под бровь нанесу ее вам и вот вы посмотрите он бликует. Обратите внимание, что он не бликует никаким прям ярким, сияющим с пигментом. Для тех, кому хочется прям вот чуть-чуть под бровку аккуратненько нанести, пожалуйста, даже в нюд макияже прям вот супер-купер на губу вот здесь вот. Получается такой сияющий эффект, оттенка немножечко, ну не знаю, шампань мне кажется. Вот, цвет бровей прекрасно смотрится он холодный, то есть это коричневый холодный тон. Не рыжий, не отдает ни в какую зелень. В общем-то мне очень понравился этот карандаш. Следующая штукня, которая мне понравилась от Джафра, Джафра, это конечно, конечно, конечно помада, стойкая красная помада. Вот в такой вот упаковочке. Вообще приятные вот эти вот матовые такие упаковочки мне нравятся. Я ценила без глянца матовая упаковка. Золотая сияющая надпись. Дальше открываем и Red Lips. Обещают стойкую. На самом деле, вот вы видите на руке, у меня осталась какая-то здесь часть, что эта помада действительно стойкая. Она уже прошла через посудомойку, она уже прошла через просто мытье рук с мылом и осталось все равно чуть-чуть. Я нанесу на губы, чтобы вы просто поняли, что это за цвет. Наношу без кисточки прям так, потому что, чтобы было понятно, удобно или нет. Ух ты! Значит, текстура не матовая, а как будто бы маслянистая, поэтому разносится легко. Ну, красивый красный, такой красно-розовый, я бы даже сказала. Не чисто-чисто такой красный тон. Вот сижу перед вами и он действительно, что могу сказать, по текстуре приятный достаточно, то есть я нанесла его и не почувствовала никакого дискомфорта в плане нанесения. Легко наносится, легко разносится. Прикольная упаковочка, тоненькая, то есть поместится в любой класчик и удобно будет себя переносить. Ну и плюс ко всему к этому она достаточно стойкая, то есть не сушит губы, немного маслянистый эффект, подсвечивается, как вы видите, я с вами разговариваю, она как будто бы таким розоватым тоном светится, наши зубы постоянно будут белыми от нее, это однозначно, смотрите. И если вдруг кому-то ярко, то просто промокайте салфеткой один-два раза и все, она долго будет, долго вам служить на ваших губах. Естественно, оставляет следы, то есть это не та помада, которая застывает на губах и потом ее ничем не сотрешь, а та помада, которая будет оставлять следы. Но я считаю, что цвет очень красивый, поэтому... Но красные помады это моя слабость, вот прям вообще это вот такая моя слабость, что кайфую от всех красных помад, которые новые попадаются мне из разных косметических новинок. Переходим к следующему, это подводка. Такой вот тюбик с такой вот остренькой, остренькой штукой. Значит, эта подводка черная, но на самом деле тут кисточка, которая для меня очень сложна в исполнении, а кто-то очень-очень ее любит. Насколько она у нас черная, все посмотрим. О, красивенькая. Значит, объясню, что мне сразу понравилось в этой кисточке. Во-первых, то, что этот гриф не проваливается. Очень часто бывает, что вот эта вот часть начинает проваливаться, и поэтому стрелка не получается. Во-вторых, ой, она прям застыла и стала матовая. Попробуем нанести ее на глаза, посмотрим, как это будет у нас получаться. Вот, в плане удобства, кстати, очень даже. Стрелочка такая. Как бы, сразу подопреждаю, что с ней ошибок делать нельзя. Я там потолще чуть-чуть сделала и здесь добавлю. То есть, объясню, почему она же матовая, то есть она сразу возьмет и застынет. И если вы сделаете ошибку, то вам придется это всего стирать и потом заново наносить. Но, зато обещает производитель, что она нигде, никуда не смоется и целый день вам прослужит. Пока с вами болтаю, макияж себе делаю, между прочим. Ой, мне еще шарик есть, чтобы взбалтывать, что очень хорошо, не во многих, кстати, бывает. Посмотрим следующую штучку. Это, смотрите, что такое. Кстати, мне очень понравилось у Джафра пудрочка. Вот такая вот пудрочка. Опять-таки, мне нравится матовая коробочка, очень такая на ух. Во-вторых, открываем там у нас что? Там у нас прикольная фиговинка, которая мягенькая, чтобы наносить. А потом у нас что? Вот что. Вообще, прям вот за вот это огромное, огромное спасибо вам косметика Джафра. Объясню, почему. Очень часто бывает, что вот эта вот штучечка, вот эта вот, лежит уже в самой пудре вон там, и получается грязь, большой расход, все это разлетается. А тут у нас, вот она здесь есть, закрывается и блокирует от того, чтобы все вокруг рассыпалось. В этом, в этом, конечно, большущее просто преимущество. Что касается пудры, то цвет у меня здесь натуральный, такой бежевый, она очень-очень-очень мягенькая и рассыпчатая. То есть, прям такая вообще-вообще-вообще впитывается в кожу, абсолютно легкая и не сушит. Вот я чуть-чуть под глазами себе ее нанесу, чтобы закрепить. Вот. Мне очень понравилась пудра еще тем, что у нее компактная упаковочка. То есть, у меня есть просто рассыпчатая пудра, которая в таких коробочках, прям вот таких огромных, и перевозить их с собой достаточно тяжело. Здесь коробочка очень компактная, как вы видите. Это у меня не минимальный размер, это вот стандартный размер. Я сейчас скажу, сколько тут вообще-то в граммах взвешивать. В граммах вешается тут 10,5 грамм, как бы, абсолютно стандартно. И вот так очень классно закрыл, пошел и пришел. И у тебя есть пудра. Итак, друзья мои, я сегодня посвятила двум этим косметическим фирмам свое такое эфирное время, чтобы вам показать о мелких новинках из обыкновенной бюджетной косметики. То есть, вы, чтобы понимали, что даже вот в таких косметических фирмах, как Джафра и Мэри Кэй, которые не стоят 30 тысяч рублей, за одно тональное средство можно купить очень классные продукты, которые не хуже будут. А даже, посмотрите, помада-то крута, понимаете? Праймер вообще классный. Вот на праймеров стоит обратить внимание. А здесь еще для губ вот эта вот классная вещь. Мне прям, вот смотрите, эту штучку для губ и эту помаду с собой и вообще вовас. Ну что, друзья мои, я вас всех целую. Ставьте мне класс, если вам понравилось. Пишите, какие у вас есть комментарии. Может быть, что-то из этой косметики пробовали вы. Расскажите мне или из той, или из этой, какие для вас есть у них самые любимейшие продукты. Я буду рада вас выслушать и рада ваши комментарии почитать. Целую! Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok